сегодня в ролике мы посмотрим какой шикарнейший iphone 14 pro max нашим ребятам в паре на вокзале подозрительные личности там символ за 30 тысяч рублей посмотрим на него поближе что это вообще такое отличается ли она от того что продается в магазине что он может и вообще вы узнаете кого так усердно ищут парни на жиды вокзале екатеринбурга так что ставьте чай сейчас будет интересно совсем недавно евреи серёга суетолог ходили на вокзал искать там же попрошай ходили не один день и все же нашли даже немножечко так наказали ролик об этом смотри вот здесь вот и тогда же они еще узнали кое-какие там знаете интересные подробности про рабочие дома мол оттуда посылают алкаши продавать ворованные телефоны а туда же и работать там попрошайками но таким информатором как-то вот вообще нет доверия так что ребята снова пошли погулять на вокзал пообщаться с местным контингентом на этот счет а заодно и найти местного барыгу по кличке борода снова сереже на жиды вокзале ищем бороду а здесь не было ровно месяц сегодня еще попытаемся узнать про рабочие дома у нас с прошлого похода осталось очень много вопросов нам тогда казалось что это подставные попрошайки ряженые которые просто гастролируют из города в город в этих пуховиковиков военных сумками такое ощущение что все равно кто-то и крышу мне нужен раст мне нужен человек который написал этот код ты уничтожил очень много семей саша что это за дерущиеся бичи были ты можешь узнать нашим телеграм-канале туда также заливается все что нельзя ставить ролик там драки какие-то приколы и с этого похода там тоже будет много всего как только материала про вокзальную жизнь наберется достаточно мы сделаем целое расследование но пока ребята пошли спрашивать у местных где же найти барыгу бороду ко многим подозрительным личностям они подходили даже вот мужика в камуфляжной куртке нашли очень уж похож на тех попрошай к но увы пока что ничего не клеилось почему подходим каждому первовстречному потому что по роже описано по роже что он бороду знает контингент такой прошлый раз каждый второй говорил туда идите борода вон там а теперь приезжаем и а я не местный а я не знаю нет нет может это просто рандомные вообще совершенно случайно ничего не знающие люди а может и просто им запретили вообще что-либо говорить все-таки тема с рабочими домами такая это не просто так обсуждается в тех краях вон там сколько объявления о работе висит и это все есть те самые рабочие дома капец вот все обляпано рабочими домами просто все и людей которые туда попадают становится все больше и больше времена нынче вообще не стабильные наступили позже больше 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 полагода то что борода улучшили бороду пожестче с ним прожжёте с ним это же вы борода это же вы борода телефон носить можно нас вовсе ли мужики на вокзале здесь местный что у бороды есть телефоны он занимается телефонами так вы борода же получается еще раз вы Вы борода? Да. Вы борода, правда? Да. Вот. Это вот все говорят. Все же об этом говорят, что вы борода. Я еврей. А этот борода оказался большим романтиком. И что только не вытворял, я потом сделаю ролик, а отрывочки пока залью в наш телеграм. Но кажется мне, что это не тот самый известный борода, а просто безработный, который немного перестрессовал. Мало. Многие сейчас испытывают стресс, который часто связан с работой. Цены растут с очень сумасшедшей скоростью, зарплаты хорошо, что если поднимут процентов на 10. Да и бывает, что одна и та же работа надоедает, приедается, хочется чего-то нового, выгорания, знакомо, да? А менять профессию страшно. Вдруг потеряешь доход или выберешь не то, что нужно, и вообще кажется, что с нуля сложно освоить новые направления. Даже если это направление в перспективе за год может тебе умножить доход в два или больше раз. Но для того, чтобы переход был в новую профессию максимально плавным, Geekbrains подготовил специальную программу обучения IT-специалист. Для нее не важен ваш предыдущий опыт и умеете ли вы кодить. Обучение начинается с полного нуля. И важно, что после того, как вы пройдете базу, будет профориентация, и потом уже сможете выбрать одну из пяти профессий. Программист, тестировщик, аналитик, project, product менеджер. В процессе потом сможете сменить направление, если возникнут какие-то сомнения. Эти направления сейчас популярны, и вакансий стало больше. По зарплатам, думаю, говорить не надо. Все знают, что в IT средняя зарплата где-то около 150 тысяч. Уже во время учебы вы погрузитесь в рабочую среду, стажируясь в одной из партнерских компаний. 10 часов занятий в неделю будут проходить онлайн с преподавателем и в записи, так что можно будет спокойно совмещать с работой. Будете самостоятельно распределять время под ваш образ жизни и учиться с комфортом. А по окончанию соберете портфолио готовых проектов. В центре карьеры получите важные навыки при трудоустройстве и фишки, которые помогут вам выделиться на фоне других. К слову, многие студенты находят работу по новой профессии и пока еще учатся. Как бы тем самым окупают обучение еще до его завершения. А если по каким-то причинам вам не удастся найти работу после обучения, Geekbrains вернет деньги, гарантия этого будет закреплена в договоре. Так, чтобы мотивировать вас не откладывать это важное решение, сейчас действует новогодняя скидка до 67% до конца месяца. Поэтому переходите вот по этому вот QR-коду или по ссылке в описании за всеми подробностями. Позаботьтесь о своем настоящем и будущем. А то будешь как этот мужичок, что подошел к ребятам. Он явно раньше не озаботился этим вопросом и походу сейчас торгует на вокзале. Телефонами занимаются у него какие-то люди есть тоже. Есть такие... Вот ты знаешь такого? Все бородатые, знаешь, кого называют, кого не называют. А что именно? Телефончик мой, барыш. Ты бороду знаешь? А что, борода, давайте, смотрите, пойдемте сюда. А, куда? А дядя-то оказался довольно интересным. Он позвал парней отойти в сторонку, поговорить за бороду, да за жизнь. И показал им вот такой вот айфон. Как бы это? Интересует или не интересует? Только проверяй. Тут зарядник, наушники, видишь, комплект. Что за моделька? Это айфон? Да. Это какой айфон? 14 или 15, да? Да. Не, хорошая модель. Как бы тебе брал. Ну, что-то это... К айфонам не особо, видишь. Решил, что-нибудь другое делать. О, нифига. Нифига, ну-ка, ну-ка, офигеть, он новый. Он новый, прям. С тремя камерами, прям, смотри. Недорого, Адам. Дешевле, чем в магазине. Слушай, вот такой стоит за 100, 130, по-моему, 140 стоит. Сколько такой стоит? В магазине? Да. Магазине. 2140, 135 где-то, да? Вот такой вот телефон стоит. Так, что по дешевочке, Адам. 2130, надеюсь, договоримся. Звонит, пишет. В соцсети, что надо, камера, все, как бы... Камера хорошая? Не знаю. Знатная камера. А ты сам пользовался этим телефоном? Конкретно этим? Да. Так, немного полазил. Я говорю, к айфонам не особо хорошо отношу. Почему вот здесь вот динамик находится? Ну, вот здесь вот сверху такой круглый. По-моему, у них плоский динамик, нет? Совершенно субленно. То, что новая модель. Да, уже меняют. Постоянно одно и то же выпускать, тоже неинтересно. 15-й? А тут, что? Подожди. 14-й Pro Max. 14-й Pro Max, нифига. А, 14-й Pro Max. Перепутал, значит, другой кто-то дома любит. Нормально тоже. Не, знатная моделька. Я говорю, ребята, не пожалейте. Пацаны, договоримся. Тут 30-ка, мне кажется, нормально заняла. Камеры все работают. А что, подожди, подожди. Я вот пытаюсь понять сейчас. А что, где это? Яблочко. Где вот яблочко? Да, я вот, да. Заклеили? Да. Ну, заклеили плёк, специально, чтобы яблока не было, как бы рекламы айфона не было. Ну, знаешь, заезжает в страну не как айфон, а как какой-нибудь там такс-сес, допустим, заехал, а здесь продается как айфон. Это айфон, просто заклеили яблоко все, все эти распознавательные, не знаю, заклеили. Наушники есть. А, подожди, зарядку что ли в новый айфон встали? Не зарядку, а наушники. Смотри. По-моему, наушники. Там, по-моему, в новом комплекте нет наушников. Да, кстати. Как это я? Это уже раздербанивает. Как все телефоны раздербанивают. Просто мы не дербаниваем. Может, пацаны положили оставили? А, вы как бонус положили. Конечно. Ну, нам же тоже как бы... А вот тут, смотри, тут видишь кукла у айфонов, а у них лайтинг, наушники-то подключаются. Ну, это новая модель. А, новая модель. Понимаешь? То есть у них сейчас вот с таким разъемом. Интересно, конечно. Ну, я первый раз вижу, у меня, конечно, не было 14 айфона, я не знаю. А что-то вот он подлагивает прям. Я вот эту шторку открываю. Так, я тебе говорю, холодно. Холодно на улице. Ты что, ты... Я сам уже подлагивать начинаю. Да, вы все так и поняли. Мужик увидел, что айфон лагает и сказал им, что это из-за мороза холодно на улице, экран замерз. А яблочко нет, потому что оно просто заклеено, чтобы через таможню провести. И наушники в комплекте идут с блоком питания. Это вообще похоже что-то с чем-то. Таких аппаратов я еще не встречал, но дальше будет еще жестче. Наушники, зарядка. Чехол еще? Да, там... Пленка защитная. Все как полагается, все. Оно так и должно быть. Давай возьмем. Не, берите ребята, не пожалеете. А что значит рабочий дом? Рабочий дом это ребятам помогает, которые освободились из тюрьмы, допустим, или там наркозависимые. Они после реабилитационного центра, не знают куда откроется, их либо направляют в рабочий дом, либо это... Они сами обращаются и там им платят там какую-то копеечку. А мы слышали историю людей, которые говорят, что вообще не платили. Бывает и такое, они платят чисто за еду, за сигареты работают. Да, я думаю. Некоторых рабочих домах заставляют молить, что там все такое. Молить и заставляют? Бога верить, да, все такое. Ну а он приезжает с реабилитационного центра, в который... Уже не первый столбик, интересно. В который там... Да, давайте отойдем. Вера в Бога, все такое, знаешь, там, ну... Сектанты, что ли? Нет, это не сектанты. Сектанты? Ну, а в церкви находятся, в монастыре, лечатся от аркозависимого осяна. В прошлом месяце, еще в ноябре, тут тоже мы ходили, по вокзалу бродили, встречали двух, ну, двух, трех мужиков, которые с нас спросили, типа, пацаны, выручите, дайте нам тысячи, две, три, уехать надо, прям вот... На ком вот такая схема развода? Это схема какая-то. Они вот... Это реально они нуждаются или они на кого-то работают? Да почему на кого-то работают? Не обязательно на кого-то работать. Они вообще не скажут, что они могут обмануть. Ну, так в этом и заключается, ну, допустим, девочки, цыганки тут бегают, они там, дайте сто рублей кушать хочу, а они все золоте, ни при чем в настоящем ходят. Никакой турецкий. И они зарабатывают в день, там, по 15 тысяч. Ходят золоте и попрошайничают. Конечно, так у них работа такая. Это идентичный причем, нам нужно уехать. То, что мы на войне там были. Мы были, а, еще ЧВРК заставляют, я тебе служил, говорю. Ну, так это будут они этим пользоваться все равно. Никто никогда не кидает военных, ему по 200 тысяч платят. Они тут бухают, гуляют. Извиняюсь за выражение, проституток шпокуют. Столько бабок прятят. А тут двое каких-то походят, да, помогите. Да. До этого быть не может. Сколько? Тем более с рук, сам понимаешь, телефон купить с рук, блин. Айфон новый. Сколько? Тысяч пять готов? Ну, давайте хотя бы семь, закините пару тысяч. Семь? Наушники в комплекте вообще не идут. Вот покажи, посмотри. Ну, это как бонусы вам доложили. Все. Бонусы вам доложили? Вот это вот. Ребята, это плохо что ли? Наушники. Где? Вы покупаете айфон, сейчас зарядка не во всех айфонах идет. Многие достают зарядку без зарядки, продают просто голый телефон. Согласен. А вам тут еще и допов поналожили. И вы стоите возмущаетесь еще, что недовольны. Мне кажется, русскому как бы хорошо не было, но никогда не будет хорошо, да? За пятерую возьмем. Потолок пятера. Ну, ладно, давай, уговорили. Потому что как первым клиентом. А, мы сегодня первым отходим. А еще телефочки еще есть? Телефочки еще есть? Телефочки еще нет. А где еще есть? Ну, у меня на квартире. На квартире? Да, попозже подойдите. А ты здесь где-то недалеко живешь? Ну, неважно. Как тебя найти на будущее, если что? Ну, подойдете здесь всегда, что ли. Это же не магазин у вас? Нет, мы все конкуренты. Все конкуренты. А где вы товар-то берете? Где вы вот... Ну, кто-то приносит, продает. Так же люди там опоздали или обокрали его. Он спал на вокзале. Пять тысяч будет нормально со мной. Ладно, давай, уговорил пять тысяч, потому что займешь с ребятами. А что, есть кто привезти? Да, давай. Пошли отойдем, пошли отойдем. Нифига, нифига себе. Это айфон? Да, наушники зарядка. Вы это видели? Ты посмотри на эту жапку. Челка? На челку, во-первых, да. Смотрите, челка где находится и где динамик находится. Какой формы динамик? Он же круглый. А если он сам уверен был, ну, убежден в том, что это действительно айфон 14? Да, кстати. Прикиньте, он уже сам в это верил, что это реально айфон. Да, аппарат шикарный, конечно, ребята урвали. Неплохо так он сторговался. С тридцати тысяч до пяти аж упала цена. Походу, он ему вообще на халяву достался. Итак, вот так вот выглядит его коробочка. Тупо черная без каких-то опознавательных знаков, вообще без всего, на паре пломб только держится. Внутри комплект либо уже такой и был, либо ребята сами доложили от другого аппарата. Так что, возможно, это не его комплектация. Но все же мы получили блок питания, 6-ваттный зарядка Type-C. Китайцы опередили Apple, это же типа 14 Pro Max. Наушники из комплекта самые простейшие, дешевле и некачественнее найти просто невозможно. Еще и с разъемом Jack 3.5. Сам смартфон лежит вот в таком вот пупырчатом пакетике, как видите. Полный набор оригинального iPhone. Внешне он выглядит, конечно, очень похоже, да. Правда, без лидара и яблочек. Но стоит его только включить, тут становится все понятно. Мужик, кстати, продавал его включенным, так что этот супер эффект был замечен уже потом. Он включается невероятно долго и вот так вот он выглядит. Просто посмотрите на этот великолепный подбородок и на его Dynamic Island. Причем, как видно на отцвет, это просто в прошивке нарисованный черный овал. В экране, на самом деле, камеры нет, она выше расположена. Но стоит отметить, что рамки у смартфона такие же, как и у оригинального 12-го iPhone. И если не обращать внимание на челку, то да, оно прям как оригинал, один в один выглядит. Еще в комплекте нашлась вот такая вот бумажечка с моделью и характеристиками аппарата i14 Pro Max 16 кигов оператива 1 терабайт накопителя. Я думаю, вы понимаете, что все это байт, и он совершенно не отвечает этим характеристикам. Еще в коробочке нашла защитная пленка, защитное стекло и чехол прозрачный. Короче, самый настоящий комплект 14-го iPhone. Прям очень все похоже, даже вот от оригинала не отличить, частное слово. Особенно разъем под наушники внизу чудесного iPhone показывает, насколько далеко китайские копии ушли в технологиях. И в каких деталях они заморачиваются. Все только для того, чтобы покупатель был доволен. Даже Apple так не заморачивает. Китайцы даже радио поставили, его можно послушать. Вау! Реально мужик сказал с вокзала, что это импортозамещение. Тут вам наложили допов. Наушники это то, а вы нос воротите. Все есть. В айфонах, в оригинальных, такого нет. Камеры, кстати, имеют не ровные линзы, как у оригинала, а выпуклые. Что положительно сказывается на качестве картинки. Что выдает эта ультрамегапиксельная камера из 2010 года. Очень приятно, когда камера работает так быстро. Еще и моментально открывает фото высокого разрешения с заляпанным айфоном. Ну слушай, неплохо. Увеличивается. Дрыгается. А как она снимает видео, тут даже оригинал не надо показывать. Если так оно смотрится на экране смартфона, то там все говорит о величии китайского палестроения. Даже в настолько убогом качестве видно, насколько у еврея грязный и заляпанный смартфон. На фронтальной камере даже присутствует кастомная анимация. Такого нет еще пока в оригинальных айфонов. Это вообще-то инсайт своего рода. Эппл добавит эту функцию там через несколько лет. В айфоне 20 это появится. Ну а как мы можем максимально объективно оценить качество вот этого вот импортозамещенного кастомного айфона 14, привезенного нелегально в страну. Тесты никому не интересны, так что давайте посмотрим на него в деле. Посмотрим, что он может в играх. Внутри, кстати, ничего интересного не нашлось. Прибор новый, никто им даже не осмелился пользоваться, что и понятно. В Google Play Маркете, который естественно здесь установлен, не нашлось нормального PUBG. Есть только PUBG Mobile Lite. И хоть это очень облегченная версия для маломощных устройств, она все равно грузилась чрезвычайно долго, зато сама игра доставила просто незабываемейшие впечатления. Мне особенно понравилось максимально отзывчивое управление и гейминг в покадровом исполнении практически слайд-шоу. Как вы работаете? На кого работаем? Все по себе? Территория платная? Да, территория платная. А ребята после встречи с барыгой пошли потом крышевать на вокзале местных попрошаек. Это все, конечно, в ролик не войдет. Смотрите нарезки в нашей телеге. Я потом все залью туда. Ну что, ну вот такой вот чудесный аппарат нам попался. И хорошо, что его купили ребята, а не какой-нибудь доверчивый лох, которому пали бомбы, это впарили это под видом оригинального айфона за 30 тысяч.